Настоящий футбольный праздник состоялся на стадионе Станицы Анастасиевской. 14 команд со всего Славянского района приехали сюда на открытый турнир по футболу памяти Василия Степановича Жевтяка. Более 30 лет назад перестало биться сердце Василия Степановича Жевтяка, в честь памяти которого и проводится этот представительный турнир. Футбол был и остается наиболее массовым и популярным видом спорта. Именно поэтому такой турнир вызвал большой интерес как участников, так и зрителей. Собравшихся приветствовал заместитель главы Славянского района Александр Заволока. Мы горды, что в свое время в нашей стадионе жил такой человек. Мы всегда о нем помним и сегодняшний турнир тому подтверждение. Поэтому хочу пожелать всем участникам сегодняшних соревнований проявить индивидуальное мастерство и коллективное, и, конечно же, каждому стремиться к победе. На открытие пришли коллеги, ученые и близкие родственники Василия Степановича Жевтяка, которым очень приятно, как сохраняется его память. Большое спасибо, что все команды собираются, помнят это все. Большое спасибо, конечно, всем, кто вырос от отца, вышли в большой спорт, все это помнят, сделают. Этот турнир не случайно получил название «Закрытие сезона-2019». Были подведены итоги первенства Славянского района по футболу среди любительских команд. Победителем стала команда «Динамо» Славянского ОВД. Команде был вручен кубок и золотые медали. В зимнем было как бы чуть-чуть, тоже там упустили по разнице мячей первое место, но, опять же, сделали ошибки, проанализировали все ошибки свои, сделали выводы правильные. Тренеры, как бы, команду сплочили более-менее, команда сыгранная, состав. Всем большое спасибо за такую победу, как бы, и да, мы очень рады этой победе. Серебряные медали первенства у Анастасиевского Олимпа. Для футболистов это заслуженная награда, поскольку они играли уверенно и ровно весь сезон. И очень достойный чемпионат был в этом году. Ну, ребята в нашей команде, конечно, дружные все, общаемся и после футбола собираемся. Футбол любят безумно. Что еще добавить? Ну, на следующий чемпионат, конечно, будем настраиваться еще более, более, ну, сильнее, там, ответственнее. Будем подходить к играм, чтобы выиграть, наконец-то, да, первенство, летнее первенство. Еще не покорялось она нам. Занявшая третье место команда «Урожай» прибрежного сельского поселения, конечно, рассчитывала на медали более высокого достоинства, но получила бронзовые. И все же команда уверенно смотрит вперед, думая о будущем первенстве. У нас есть костяк, ребята уже возрастные, да, работают, потом вечером мы играем, получаем свое удовольствие. А молодежь, да, вливается в команду и они помогают нам очень хорошо, добавляют скорости в нашей команде. Председатель Федерации футбола Славянского района Александр Антонюк доволен тем, как прошло первенство и как развивается районный футбол. Не было никаких серьезных инцидентов, не было у нас жалоб со стороны игроков. Судейство отработало на высшем уровне, за что им огромное спасибо. Радую то, что сегодня у нас появилось две команды депутанты. Это команда наша молодая, я считаю, она перспективная, это сельскохозяйственный техникум. И команда «Чайка» Забойского сельского поселения. А на поле стадиона шли футбольные матчи. Время встреч по понятным причинам было ограничено, но это лишь придало им напряженности и остроты. По итогам 30-го турнира в памяти Василия Степановича Жевтяка победила анастасиевская команда «Олимп». На втором месте «Анастасиевская юность» команда «Кубань» протокского сельского поселения заняла третье место. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова